Кто-то из философов однажды обмолвился, что опыт любви – самый потрясающий опыт человека. Область отношений, которая не оставляет в архивах, юридически бесспорных документов. Ведь сонеты и консоны – не нотариальные записи. А концерты, не так давно звучавшие в нашем городе в рамках Харьковских ассамблей, тем более, отзвучали и нет, послушали и забыли, поговорили и забыли. Но я не случайно заговорила о любви. Вспомните о своей. Даже если она прошла, след остался. Так и этот наш Харьковский праздник, создавший в городе столь незабываемую атмосферу. Он тоже оставил свой след. А нам с вами еще раз был дан шанс. Воспользуемся им и посмотрим, что же принесло это событие нашему городу и нам. Две недели Харьков жил полнокровной жизнью настоящего культурного центра. Звучала музыка, горели огни, светились улыбки. Мы вспомнили, что мы не жалкие провинциалы, заключенные в узкий круг своих повседневных проблем. А все-таки люди, которым нужна нормальная жизнь и хоть иногда настоящий праздник. Итак, очередные Харьковские ассамблеи стали фактом истории. Каковы же будут выводы? Ну, рано или поздно мы все уходим. Мы все уходим на пенсию или мы уходим в мир иной. И тогда возникает вопрос, а кто остается в лавке? Мои знакомые и коллеги, которые работают в ХПИ, в университете, они ведь озаботены той же проблемой. Оказывается, не только у нас сердце болит по этой причине. Ведь у нас практически нет людей с 27-летнего возраста и дальше. А кто будет преподавать в консерватории? Кто будет преподавать в музыкальном училище? Кто пойдет в школы? Если это не нужно, тогда официально заявите, что нам это все в нашей стране не нужно. А почему ведь молодежь уезжает? И не только молодежь, а и мои сверстники уезжают. Но ведь нет же перспективы. Ведь совершенно непонятно, что будет завтра. То есть, вернее, очень понятно. Потому что если уничтожаются сейчас музыкальные школы, а они уничтожаются, у людей нет денег, чтобы платить за обучение своих детей. А значит, ребенок этот выбрасывается просто на улицу. Что сейчас делается вообще в образовательных школах, вы представляете. Там тоже, если ты хочешь получить нормальное образование, ты должен платить. У людей денег нет. Ребенок получает не просто минимум, а какую-то минимальную часть от этого минимума. И что делается с ребенком? Он на улице. Активное такое яркое признание того, что нас за людей вообще в этой стране не считают. Понимаете? Мы даже не рабы, потому что рабов все-таки кормят. И даже выдают им одежду. Мы вообще... Ну, не хочется произносить это слово. Ну, мы даже не быдло. Я не знаю, кто мы. Понимаете? Если мы ходим на работу, не получая зарплаты, и должны считаться еще, понимаете, с какими-то требованиями, которые нам предъявляют, непрерывные кру, непрерывные проверки. Ну, цинизму нет предела. Несмотря на то, что в этом году невероятно сложно что-либо сделать вообще, а фестиваль особенно, особенно фестиваль классической музыки, мы все-таки решили еще раз попробовать вот так побороться. Тем более, что герой наших ассамблей удивительно яркая, сильная личность Ференс Лист. Кроме того, приезжает, играет у нас, как всегда, уже третий раз Наум Штаркман. Ну, это последний из Магикана. Это просто человек, который нас связывает с Игумновым, поскольку Наум Штаркман – это последний ученик Константина Игумнова. Константин Игумнов – это Петр Ильич Яковский. Таким образом, вот такая удивительная связь времен и такое ощущение, что мы просто напрямую общаемся с Петром Ильичем. Петр Ильич Яковский Петр Ильич Яковский После музыки в таком исполнении трудно добавить что-либо еще. И все же я скажу от всех нас спасибо организаторам фестиваля, спасибо энтузиастам, которые, несмотря ни на что, делают столь важное и нужное дело. А трудности, ошибки, неизбежные казусы – что ж, не ошибается тот, кто ничего не делает. И помятая о том, что под лежачий камень вода не течет, пожелаем вам здоровья и сил на благо нашему городу и его обитателям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok